Нет никакой разницы. Кадыровцы нас уничтожают, объявляя нас ваххабитами, или ИГИЛовцы нас уничтожают, объявляя нас муртадами, или Российское ФСБ нас уничтожает, объявляя террористами. Нам нет никакой разницы. Для нас все они являются врагами. И это нужно понимать, к этому нужно возвращать. Мы можем назвать их пропагандистами с хорошей стороны, но они не перестают быть пропагандистами. Они тоже занимаются пропагандой. Так, эти подают информацию в нужном для них ключе, игнорируя то, что им неудобно. То же самое делают и эти, подают информацию в нужном им ключе, игнорируя то, что им неудобно. Сейчас после вот этой ситуации в пропуси, обратно мы придем к тому же самому, опять будут звучать эти реабилитационные речи. И опять мусульмане начнут забывать об этих преступлениях. Но если о них постоянно не напоминать, эти люди, они как только у них появится власть, у них появится сила, они будут уничтожать ни в чем не повинных людей, неважно мусульмане это или не мусульмане. Да, они правда, они мусульман будут перед тем, как вешать и обезглавливать, они будут их сначала объявлять не мусульманами. Но от этого не легче, понимаете, не мусульманам не легче. Поэтому я говорю, для нас, для обычных людей, нет никакой разницы. Кадыровцы нас уничтожают, объявляя нас ваххабитами. Или игиловцы нас уничтожают, объявляя нас муртадами. Или российское ФСБ нас уничтожает, объявляя террористами. Нам нет никакой разницы, для нас все они являются врагами. И это нужно понимать, к этому нужно возвращать себя постоянно. Как только появляется какой-нибудь элемент, рассказывающий, что были, конечно же, ошибки, но вот так-то, так-то, вот Аллах говорит в Куране так-то, а вот вы, значит, поверили кафирским СМИ, что они там это делали, а где доказательства. А вот если вам принесет весь нечестивец, вы там, значит, проверьте. То есть вот это все, когда начинается, когда явные факты, которые даже не отрицались ими совсем недавно, но спустя какое-то время, когда память в целом человечеству уже немножко ослабевает, они начинают ставить эти факты под сомнение, искать там какие-то нюансы для оправдания. Вот в этот момент нужно просто себя постоянно возвращать к тому, что это преступники, и реабилитация этих преступлений просто неприемлема. Возмышляюще. Ас-саляму алейкум. Однозначно, людей жалко в исламе, не дозволено такое, это великий грех. И из-за действий таких мразей, якобы мусульман очерняют религию. Прошу там, что подчеркнуть, что в исламе такое запрещено. Ас-саляму алейкум ас-саляму а-баракату. То, что это запрещено в исламе, в этом вообще нет никаких сомнений. То есть убийство ни в чем не повинных людей, что это запрещено в исламе, тот, кто пытается это дозволить с точки зрения ислама, является, в общем, мерзким преступником. Это запрещено с точки зрения любой нормальной идеологии, с точки зрения любого понимания, какого-то классического международного понимания добра и зла. Это вообще разговор даже об этом, о дозволенности этого, как только кто-то начинает разговор о дозволенности этого, уже понятно, что этот человек это потенциально опасный тип с убеждениями этих хариджитов. Если он, в принципе, допускает, что можно просто зайти в торговый центр и убивать ни в чем не повинных людей, все это уже больной человек. Он в зоне риска. Это тот человек, который, которого в легкую, и ФСБшники, и ИГИЛовцы, кто угодно сможет обработать, напичкать его какими-нибудь ложными религиозными идеями и отправить убивать ни в чем не повинных людей. Такие люди опасны. Их нужно, действительно нужно, как бы их, наверное, выявлять, их как-то наблюдать за такими людьми. И нет никакой вины на спецслужбах стран этого мира, если они, выявив таких людей, берут их под какой-то контроль, наблюдают за ними. В этом нет никакой вины. Потому что они потенциально опасны. Чувак, который убил двух граждан Швеции в Брюсселе, за ним нужно было следить. Потому что он же, он ведь не просто в один день пришел к этому, он имел эти убеждения. Имел убеждение, что можно просто взять и ни в чем не виновных людей убить. Просто на улице. От имени Ислама. И если человек имеет такие взгляды, то, к сожалению, он потенциально опасен. И за ним нужно наблюдать. Другое дело, что людей, не имеющих такие взгляды в этих странах, очень часто приписывают к ним и начинают за ними наблюдать, это то, что, конечно, с чем нужно бороться. Но я понимаю прекрасно, что вот этих людей, которые допускают, что Ислам мог бы, в принципе, дозволить убийство ни в чем не виновных людей, эти люди опасны. И за ними нужно очень пристально наблюдать. В этом нет сомнений. И да упасет нас Всевышний Аллах от того, чтобы где-нибудь в этом мире у таких людей с такими убеждениями появилась сила. Мы уже видели пример, когда она у них появилась, что они творили. Тогда весь мир практически тоже это увидел и очень быстро прекратил. По крайней мере, эту силу у них забрал. Но также, вот точно так же, как, к сожалению, мусульмане забывают преступления, этот мир тоже начинает как-то хуже реагировать на проявления подобных моментов. Вот эта вот реабилитация ИГИЛа, на это в целом и мир должен на это реагировать. Эти люди, которые занимаются реабилитацией ИГИЛа, они тоже должны браться под пристальный контроль. И каждое их действие, их речь, это все должно контролироваться. Реабилитация ИГИЛ должна стать для нас, для мусульман в первую очередь, подобной реабилитацией нацизма в Германии. Знаете, как пристально там следят за теми, кто начинает реабилитацию нацизма. А знаете, что является реабилитацией нацизма? Или ИГИЛа? Реабилитацией нацизма, ИГИЛа, любого преступного явления, является любая речь, которая начинается со слов «Я, конечно, не сторонник», «Я, конечно, осуждаю», «Я, конечно, не поддерживаю», «Я, конечно, не поддерживаю», «НО», «Вот как только вот это вот происходит» в отношении вот этих вот, будто нацизм, нацистов там, или ИГИЛовцев, «Вот как только он сказал «НО» и дальше начал, вот все то, что он до этого говорил, «Я не поддерживаю», «Но пошел поддерживать», «Я не оправдываю», «Дальше пошел оправдывать», «Вот это и является реабилитацией». «Но вот на таких людей, на такие явления нужно обращать очень пристальное внимание». «Да упасет нас и Вышний Аллах от этих людей». Когда у людей есть цель устроить постанову, они будут стараться и все части дела грамотно устроить, нет ничего сложного в том, чтобы переодеть бедолаг в эту одежду, что сложного сделать от имени ИГИЛ. Ребята, я с вами, наверное, спорить смысла вообще нет, вот люди, которые вот так размышляют, вы никакие аргументы не воспримите, потому что вы абсолютно блаженные ребята. Ваша вся версия, она разрушается тем, что сама эта организация берет на себя эту ответственность. То есть здесь, как вы это объясните? Хорошо, все подстроено, всех подставили, но если они сами на себя берут эту ответственность, то тут уже куда от этого деваться. Но в целом на эту тему, наверное, спорить вообще смысла нет. Тот, кто не хочет в это верить, он не поверит ни при каких обстоятельствах, что бы ты ему ни показал, что бы он ни увидел, он скажет, он найдет причину в это не поверить. Если покажут лица, он скажет, что это искусственный интеллект. Если те признаются, они скажут, это не считается. Если те отпустят, они будучи в безопасности признаются, они опять в это не поверят. То есть всегда будут те, кто не будет верить. Но, к счастью, есть люди со здравым смыслом. Смотрите, всегда есть с двух сторон пропаганда. Есть вот с одной стороны пропаганда, есть те, кто против этой пропаганды работают, но они тоже являются пропагандистами, просто с другой стороны. Мы можем назвать их пропагандистами с хорошей стороны, но они не перестают быть пропагандистами. Они тоже занимаются пропагандой. Как эти подают информацию в нужном для них ключе, игнорируя то, что им неудобно. То же самое делают и эти. Подают информацию в нужном им ключе, игнорируя то, что им неудобно. И вот здравая категория людей, она будет всегда между. Она будет и то, что им невыгодно, обращать на это внимание, и на то, что выгодно, анализировать и некую такую срединную позицию занимать. Субтитры создавал DimaTorzok